В следующем уроке мы рассмотрим план, который составлял Мурат, и где я увидел неправильные вещи, покажу. Итак, сейчас видео для вас важно будет прочитать вот эту статью. Обучение разработки, как поднимать функции на лету в любых языках. Прочитайте статью. Статья длинная, здесь много ссылок. И я и начал писать этот курс, потому что вижу, что может завести не туда, куда надо, а ведь надо правильно применять. Ребят, скажите, пожалуйста, если мы пишем функцию в языке Python, знаем, что такое функция, знаем, что обозначают параметры, изучили if, else и так далее. Потом мы подключаем другой язык. Котли. Там было слово в Python Dev, здесь слово Fun. А это может выбить склеи? Никак. При этом в языке Kotlin функция это, опять же, та же программа, просто по-другому записывается. Если здесь функция имеет аргументы, называются, то здесь в Kotlin это просто то, что внутри называется параметрами. Ну, подождите, от названия, ведь все равно в скобках что-то записывается, и то записывается, с чем работает. То есть, по сути дела, по сути дела, о чем сейчас я говорю. Я говорю именно об этой фразе, угол зрения над языками. Для этого я вас попрошу сделать сначала вещь, потому что здесь, почему люди не все делают, а делают это спустя 2-3 года, да? Потому что присутствует такая вещь, как боязнь. Я дам ссылку сейчас. Здесь есть вдохновляющие примеры ребят, да? Которые я обращал внимание. Здесь есть пример Сергея Осадчева, который, в принципе, нам на данном этапе и нужен. Это Сергей писал в 18-м году в группу. Сейчас я поясню. Сразу, наверное, напишу, но вы почитаете, что я думаю сейчас. Я думаю, если бы я не решился изучать одновременно два языка, я бы сильно ограничен в понимании, что такое программирование в целом. Дальше прочитаете. И смысл один. Теперь переключиться с одного на другой, это практически то же самое, что писать на одном, только по-разному. Ребят, у каждого, у каждого, у каждого, кто начинает заниматься программированием, сидит страх. Сидит страх. Если новичку сказать, я обычно говорю, да, что, ребята, прошли функции питон, вот это важное в системе, да, сразу начинаем изучать котлин, не функции котлин. Потом рассмотрим, что там немножко Мурат перепутал, да. Обращусь к этой статье, чтобы она вас не путала. Ребята, вот здесь, которую вы будете читать, а я ее сейчас должен добавить, прежде чем вы будете читать, ее важно очень прочитать с этим видео. Чтобы понять, сайт может по-другому уже выглядеть, поэтому я и даю ссылки. Обучение разработок, как понимать функции в любых языках на лету. Ребят, смотрите, многие эту статью воспринимают буквально. Я здесь писал, это на примере функций. Но то же самое можно делать и с типами данных, и с классами, и с чем угодно. Просто я здесь расписал, как работать с разными языками. Так вот, у человека обычно страх. Страх этот, чего? Называется он страх переключения. Ну, я так называю. Переключение. Будете читать, ой. Будете читать статью Сергея, да, поймете, что именно этот страх присутствует, но он присутствует у всех. Как думает новичок, ага, я сейчас вот питон оставлю, начну звучать котлинно, я вообще забуду. Или я там питон сейчас оставлю, начну джанго разбираться, я питон забуду. Это страх надуманный. Ребят, вот смотрите. Страх этот возникает по одной причине. Потому что вы не понимаете, что впереди. Когда вы не понимаете, что впереди и к чему надо идти, тогда этот страх есть. Когда вы, вот когда мы читали, Сергей, да, писал, когда начал этот процесс проходить, и стало потом все равно писать на котлинно, пайтонно, легко переключаться, то есть делал проект, вернулся, пошел в другом языке работать, вернулся и продолжаешь с того места. Вот это нормальное состояние программиста. И к этому надо прийти сразу, ребята. Так вот, страх этот происходит от того, что мы не понимаем его природы. А природа его проста. Когда мы изучаем один язык программирования, Мурат, это важные другие ребята, мы заостряемся только на понимании этого языка. Да, допустим, в Python функция def, вот делается так, так, так. Но на самом деле, все немножко по-другому. Давайте наберем. Ведь, ведь, сама по себе функция, как понятие программирования, оно не относится ни к одному языку практически. Это уже язык берет в себя функции, но само понятие существует отдельно. И именно, именно, когда, как я говорил, вот об этом уровне, что вот отсюда надо уже начинать сейчас, составляй план и иди вот к этому уровню, а отсюда копай начало свое. Да? Но заведомо ты будешь быстро приближаться к нужному тебе решению. Почему? Потому что меняется угол зрения. И вот как это происходит. Смотрите. Давайте наберем, например. Так. Возьмем Мозилы. Вот, допустим, когда я вот это прочитал, я уже понимаю, как на нем писать. И к этому я хочу привести Мурата. Теперь давайте посмотрим, прочитаем. Мы изучаем функции Python. Но в то же время, когда мы уже довольно хорошо изучили Python, переходим к функциям Kotlin и функциям JavaScript. Читаем. Функции «Ключевая концепция JavaScript». Важнее языка первоклассная поддержка функций. Так, так, так. Дальше. Дальше мы видим важное нам слово. Функции – это объект. Мы вспоминаем Python. В Python – все объект. Мы вспоминаем Kotlin. В Kotlin – все объект. Мы вспоминаем, видим JavaScript – все объект. Скажите, а что мы нового знали? Что страшного? Но мы прочитали и понимаем, что это объект. Значит, это самостоятельная единица. Теперь, для нас важно природа функций. То, что я описывал в статье. Наберем. А, зачем набирать, если тут есть. Функции высшего порядка. Иными словами, это функции обратного вызова или функции, которые вызывают другие функции. Это есть в Kotlin? Есть. Это есть в Python? Есть. Это есть в JavaScript? Есть. Ребят, а какая к черту разница, как это записывается, если это обозначает одно и то же? В Python функции могут вызывать другие функции, в Kotlin могут и в GC могут. Что вы тут будете учить другое? Скажите, что? Что здесь сложного? Здесь просто надо было выйти немножко выше на уровень. Вот сюда. Вы были, когда вы изучали только Python, вот здесь. А я вам говорю, ребят, посмотрите вы на функции. На функции. С угла зрения программирования, то есть, что такое функция в принципе, как конструкция, как вообще то, что есть во многих языках. Оказывается, что здесь, здесь, здесь объект, оказывается здесь, здесь, здесь имеют функции обратного вызова, но я говорил, что, помните, я говорил, функции Python надо от и до пройти. Скажите, скажите, когда мы будем проходить функции от и до Python, мы раз слышите, объявления, вызова, параметров, то есть, грубо говоря, объявления, аргументов, либо параметров, дальше поехали, вызов функции, то есть, как вызывается. Все мы это в Python изучим, просто в другом языке это будут те же понятия, функция как-то надо объявить, но ведь надо дальше каким-то образом вызвать, какие-то параметры вставить, да, понять, что она возвращает. Но ведь все это происходит во всех языках, здесь, 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 то есть, общее у них, их надо объявить, их есть возможность вызвать, они могут сейчас содержать параметры, параметры, либо аргументы, да, и иметь тело. Скажите, ну, сложно, сложно сесть вечер, зная основное о функциях, написать функцию на Python, на Kotlin, на GC. А на самом деле, что начинает происходить? Ребята, начинает происходить главное, ваш мозг, в данном случае, мы на примере Мурата, начинает работать на все 500%, то есть, как у нас работает мозг? На отличиях, горячо, холодно, тесно, широко там, значится, и разные другие понятия. И вот здесь, когда мы подключаем несколько языков, но при этом делаем упор сначала на один язык, в котором мы разбираем важные вещи, да, то есть, объявления функции, что содержит все функции, ведь сложного на самом деле здесь ничего нету, это работы на один вечер, на один вечер. Работы на один вечер, не изучение языка, а понимание еще. Ну что, трудно написать ключевое слово, запомнить название функции, понятно, что в скобках это называется аргументами. Вопрос в том, что, я говорю сейчас о чем? О том, что, когда мы подключаем второй язык, наконец-то мы начинаем понимать природу функций. Наконец-то для нас начинают вылазить такие понятия, как функции высшего порядка, а как происходит инициализация, то есть, грубо говоря, когда мы можем использовать функцию в одном языке, а как в втором, ага, значит, там и там надо инициализировать. То есть, мы начинаем смотреть на функции с точки, с угла зрения природы. Скажите, а что вам мешает это делать сейчас? Можно, конечно, пойти другим путем. Например, я первые несколько лет работал только с функциями Python и вообще, а потом, когда столкнулся с GC, оказывается, узнал, бывают функции высшего порядка, а как, а что. А ведь три года уже прошли, и когда я начал смотреть вот с этого угла зрения, оказалось, что запоминать то ничего не надо, все просто выстраивается в обычную стройную логику. И самое интересное, мы это используем каждый день. Мы готовим чай, мы делаем, мы работаем, функция это действие, да, но функция здесь приведена просто как пример. То же самое можно делать с типами данных. В Python строка, в Java и в GC, то есть в Java, допустим, в Kotlin это будет массив строк. Да какая разница, и там, и там природа одна, отобразить символы в определенном порядке. Все. Мурат, вы меня понимаете? Пока все.